всем привет сегодня с вами котики и да вы попали на блок бородатые пива так что начинаете смотреть на котиков ладно вместе все пока всем еще раз привет мы давно с вами не виделись назрел пол как обычно у меня есть некоторые эксклюзив которые не в москве не очень часто и достанешь сегодня мы будем с вами обозревать вот такое иорданское пиво вы могли бы меня спасели где отпускной выпуск из иордании так я не был в оттуда привезли самое очень удивительное это то что начнем пожалуй с красным хотя фигня начнем пожалуй темного у них очень крутой дизайн то есть не какой-то лев изображен этот же лев есть и на крошечки давайте приступим а во первых хотелось бы сказать что очень сначала необычно было найти сайт компании потому что это опиоварная компания каракале надеюсь это так пишется этому мы пить просто обычный пл у них у нас эти нет но можно сказать что он относительно горький карбонизированный все понятно не не охмеленный и практически не должны чувствоваться дрожьи что ж проверим такой себе неплохой чувствуется горчинку как и должна быть пл л вот но при этом такое легкое освежающее пиво полу не подходит для иордании потому что это жаркая страна возможно будет слышно на фоне как я готовлю корочку но не обещать так вот к слову ряду этой компании основной лузву этой пивоварной компании это развитие пивных традиций иордании то есть целая компания решила что она может повороть культуру иордании и сделать у них новую традицию связанную с пивом что не может что очень похвально вот так вот даже еще у них есть очень в общем у них в кафе у них есть несколько кафе в нью-йорке если к ним зайти на сайт там написано типа где нас найти в нью-йорке то есть там такие это чуваки по ходу типа иорданцы которые побывали в нью-йорке а потом вернулись то есть они топят за все современное что у них написано что это хэнкрафтед элис то есть это сделано вручное очень спасибо большое за это за такой подвоз а это моя знакомая подруга и подруга жены ярко спасибо тебе большое вот обязательно привози еще если будешь где-нибудь в необычных местах через написано что они не используют клинические консерванты какие-то добавки и длинное то есть они топят тоже за настоящее пиво без каких-либо добавок вообще очень напоминается я честно не знаю как в иордании с культурой с пивной вполне возможно что они не пьют если там мусульмане то скорее всего они по идее не должны видеть алкоголь но кто разберет примерно 300 в иордании теперь смогут пить очень неплохое пиво не к сожалению сложно удаются выпуски но все также продолжайте это раз в неделю потому что я готовлюсь к марафону в бельгии и помимо пивной составляющего марафоне все таки есть и беговая поэтому нужно как-то совмещать два этих занятия вот но сейчас бы неплохо поднаберемся очень конечно будет необычный экспириенс когда каждые пять километров нужно будет пить пиво я все хочу попробовать проделать этот трюк у нас в москве но пока не уверен что он получится там деваться будет не вот мы по-моему и допили практически первую часть сполосну что можно сказать про вторую вторая вот она у нас вторая красненькая сказано что в ней намешано очень много ароматов в ней есть и карамель в ней есть и вкус вишни и плюс еще цедра кардамон в общем по-хорошему это некоторое такое рождественское пиво опять же я не знаю есть ли в органе рождество но здесь написано что это имперский красный пель честно говоря не уверен что пель содержит в себе вишню но приготовляем а тут раздавная пена кстати неплохая неплохая где такого стакончика ну что что то уже можно вдохнуть О, это очень необычно на запах, тут явно чувствуется как раз вот кардамона, то есть прям такой немножко там древесный запах. Пробуем на вкус. Ну, честно говоря, вишню я здесь не чувствую, но вот кардамон, который я сказал, он там очень пронизан пивом, то есть он и на запах, и на вкус, при этом пиво, оно легче намного, у него практически нет никакой горечи, так они почему-то к этому не написали никакой инструкции. Это их, кстати, астанское пиво, это будущее было типа обычно, а это их сезонное, вот. У них есть там порядка 10 пив, которые они делают сезонно. Да, пожалуй, карасинка мне больше нравится, потому что он такой необычный, и вот в нашу московскую сейчас погоду хочется хоть как-то себя утешить, необычный, а поэтому хотя бы такое пиво. Мне кажется, это просто замечательно. Пока я тут пью пиво кошкой нравится, возможно, вам слышны даже эти звуки были. Пожалуй, я оставлю это пиво для курочки, которое сейчас буду кушать, вот. А с вами придется проститься до следующих выпусков «Бородатого пива». Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok